Приветствую всех, уважаемые любители трейдинга. Мы сегодня начинаем наш специальный выпуск обзора сделок. Этот обзор сделок посвящен обзору убыточных сделок за январь 2019. Убыточные сделки, как говорится, сопутствуют любого трейдера. И главное, чтобы их не было очень много. А как, чтобы их не было очень много сделать, это, конечно, вопрос риторический. Нужно иметь знания, нужно иметь опыт и применять и то, и другое, шлифуя это ежедневно на нашем рынке Форс, на котором мы торгуем, на тех инструментах, которыми мы торгуем. Сегодня вы увидите ряд убыточных трейдов. Некоторые из них системные, некоторые из них не системные. За системные убытки, за системные стоп-лоссы мы, конечно же, трейдеров не ругаем. Мы говорим, что это нормально и, в принципе, процентов 40-50 обязательно у вас будет при торговле по системе небольших стоп-лоссов, убытков, по которым будете выходить, сокращая тем самым тот убыток, который бы вы могли получить. Ну, а за несистемные стоп-лоссы мы просто будем раздирать трейдера, как пантера сейчас. Просто потому, что торговать нужно системно, а трейдер, который отходит от системы, он, конечно же, подвержен максимальной критике. И надо его поставить в угол на сутки и еще похуже что-нибудь с ним сделать. Но прежде, чем мы начнем, хотелось вам сказать, чтобы убытков у вас было меньше, подписывайтесь на наши бесплатные материалы, которые вы видите под данным видео. В данном случае это ловушки трейдинга. Очень интересные, поэтому подписывайтесь и получайте, и изучайте их. Ну что ж, давайте к скриншоту номер один. Это наш чемпион, кстати, по убыточным трейдам. В прошлый раз он выиграл и занял в рейтинге первое место. Сегодня мы обойдемся без рейтинга, но, тем не менее, убыточных трейдов здесь достаточно. Значит, 10 января, в принципе, начало года трейдеры начали торговать, так сказать, расторговываться на небольшой объем. И здесь мы видим сильное движение, в данном случае, по РТСу. Дальше нарисован наклонная и попытка торговли на продолжение этого движения. В целом, здесь, на мой взгляд, все было сделано неплохо, и у многих этот стоп-лосс повторялся. Ну вот, сегодня я вам один из таких стоп-лоссиков показываю. 90 пунктов – это очень малый стоп-лосс. Кто торгует РТСом, тот прекрасно знает, что меньше 100 пунктов на нем поставить практически нереально стопик. Здесь же трейдер катапультировался просто моментально, как из подбитого самолета. Просто дернул рычаг и вылетел тут же вверх. Главное – это делать не над рекой и не над озером. Что ж, минус 90 пунктов – ничего страшного. Это системный стоп-лосс. Это нормальный, потому что был гэп, было сильное движение. Тут линеечка все померена. И дальше трейдер ждал продолжения. Поэтому здесь все пока у него хорошо. Идем далее. Значит, дальше нефтянка. Значит, здесь мы видим, когда трейдер сначала пытается, пытается поймать движение, пытается нащупать вот тот тренд, тот взрыв по нефти, который каждый день практически происходит. Если у вас сильно волатильный инструмент, который по статистике является очень волатильным, стоит в узком боковике в течение всей торговой сессии, то в один момент он просто взорвется и куда-то улетит, либо вверх, либо вниз. Нужно этот момент не пропустить. Иногда трейдеры попадаются в ловушки. Они видят, так, раз, нефт дернулась в одну сторону, как Криштиану Роналду, там, раз, в одну сторону, и в другую уходит резко от защитника. Защитник попался на противоходе, он по флангу прошел, навесил, забили. Также и здесь рынок с нами, понимаете, дразнит нас морковкой. Раз, я пошла, нефт, так, вверх. Ты зашел по стопу, опять, раз, морковка, вверх, опять по стопу. Вот так наш трейдер, уважаемый, съел три морковки и на четвертый раз действительно зашел в сильное движение. Дальше он здесь оттянулся, конечно, взял 30, 35, 40 и даже 50 пунктов на контракт. Это, в принципе, конечно же, ему компенсировало, как минимум, все эти убытки и даже, я считаю, вышел он здесь плюс. Конечно, не в большой, но тем не менее. Более того, видите, трейдер у нас старательный до конца сессии сидел и с 18 до 19 в самой концовке забрал то, что ему полагается по праву, в общем-то, тот профит. Здесь он исправился, так сказать, поэтому здесь трейдер, в принципе, молодец. Но вот по поводу стопов, я считаю, что здесь имел право на существование эти сделки, которые по стопам закрылись. Единственное, что здесь по стопам, нормальные стопы, 5, 7, может быть, 10 пунктов, это небольшие. Не по 20 центов на контракт. Вполне нормальные. Здесь трейдер окей. Но это шеф по дилингу торгует, это как бы, извините, это наш глава дилинга, он себе не может позволить просто сливать, за, как некоторые у нас там, 5 дней торгуют, потом за одну сделку. Так, раз, все слили. Потом 5 дней торгуют, потом за одну сделку. Раз, опять все слили. Нет, ну, у нас шеф по дилингу, человек бережливый, он профит свой охраняет. Дальше мы видим удержание горизонтали на фьючерс на доллар-рубль. Здесь, в общем-то, вполне тоже было себе симпатично. И более того, здесь даже актив пошел в сторону трейдера, но, к сожалению, дошел до тейк профита. Такое бывает. Вы заходите, если вы используете какой-нибудь мощный актив, типа Сбер, РТС, нефть, который имеет шикарную волатильность, до вашего тейка в большинстве случаев будет доходить. Если вы используете умирающего лебедя, типа доллара в последние месяцы, то тогда, извините, там 100 пунктов прошли, развернулись и ушли против вас. А вы хотели взять, там, допустим, 150 или там 140. Ну, вот, волатильности у нее не хватает, чтобы мощно ходить вверх-вниз, чтобы давать вам тейки. Поэтому следите за волатильностью. На последнем вебинаре мы очень подробно про нее говорили. Посмотрите запись, кстати. И там мы говорили о том, что высоковолатильные инструменты мы торгуем, а низковолатильные исключаем из торгов. К таким относится доллар в последние месяцы. Дальше опять пытается торговать против тенденции. Позиция заходит, вроде двойная вершинка, но какая-то она мелковатая, во-первых. Во-вторых, ну, тенденция идет. Если тебя уже выбило по двойной вершине, может быть, ты против тенденции торгуешь. Есть смысл подумать и взвесить свои трейды. Если у тебя еще и третья будет сделка против тенденции, так вообще можно торги закрывать, как говорится, сушите весла, потому что ты явно сегодня настроен вниз, а тенденция идет наверх. Но иногда стопов не избежать. В целом здесь сделки оправданы, но в первом случае не дошло до тейка, во втором выбило практически сразу. А третью сделку, как всегда, трейдер уже не зашел, а она как раз была та самая, когда движуха пошла. Идем дальше. Дальше мы видим здесь удержание горизонтального уровня, но уровень здесь очень сомнительный. Я бы такое лично проводить не стал, потому что если внутри дня смотреть, он вроде бы есть, а если посмотреть чуть-чуть дальше, чуть-чуть шире на рынок и посмотреть на вчерашний день, то этот уровень просто со страшной силой распилили, как будто вот взяли такой бензопилой, да, и со страшной силой попилили уровень, его просто нет, от него одни щепки остались. Поэтому в данной ситуации уровень сомнительный, от него заходить, конечно, сложновато, я бы лично не стал. Но трейдеры у нас хотят добиться успеха в любой ситуации, в сомнительной, в уверенной, там где большой стоп-лосс, там где маленький. Об этом многие не думают, заходят во все подряд, в итоге получают стопы. Потом говорят, что система не работает. Значит, дальше смотрим следующий слайд. У нас 25 число. Значит, здесь в начале дня было типа там удержание горизонтали с недоходом, трейдер отметил, но не заходил. Потом был пробой длинного тренда, трейдер отметил, но не заходил. И потом, когда трейдер дозрел уже к 12 часам, ну начал заходить. Первая попытка входа от уровня вечерней сессии, даже не вечерней, а вчерашнего середины дня по стопу, не знаю, что за уровень, такого уровня на самом деле нету, он очень слабый и вот дальше уже, когда трейдер перезаход осуществляет, вот здесь уже уровень интереснее, это как минимум максимум дня был, который пробили и дальше от него опять разворачивается. Здесь он исправился, то есть мне очень нравится, когда стопы, а потом трейдер исправляется, а не так, что стоп-стоп-стоп, руки опустил и все, и пошел плакать домой. Нет, вот мужской характер. Стоп-лосс, накосячил, неправильно сделал, исправился по системе, до конца дня проработал, все. В итоге даже из самой там критичной ситуации можно попытаться вырулить либо в меньший убыток, либо в ноль. Значит, здесь со второй попытки исправился, нормально, а потом опять против тенденции. Мощнейшее движение, но против тенденции трейдер продолжает торговать. Заход, опять стоп-лосс. И дальше тест уровня, здесь мне не изведано, но трейдер нашел, нужно смотреть предыдущие торговые сессии, что за уровень. Тест уровень у нас такое, конечно, понятия нет. Но иногда трейдеры новые какие-то формации изобретают. Для меня прям удивительно, интересно даже. Вот здесь что-то из этого. Дальше следует Газпром, фьючерс, трехминутный масштаб. Здесь, в принципе, по классике все. Системная сделка, системный стоп-лосс. Удержание горизонтали, собрата стороны, зеркальный уровень. Взято, позиция открыта, стоп 11 пунктов. Когда стопы очень маленькие, я говорю, заходите, прям не бойтесь. Даже если вы сомневаетесь в формации, если стоп очень маленький, это очень важно, риск-менеджмент, то тогда можно зайти почти в любой сигнал. Ну, в 11 пунктов по Газпрому это просто пару монет на чай вы дали, и все. Значит, дальше Сбербанк у нас на хаях. Вот это, кстати, классная сделка. Здесь прям вот я делал бы то же самое. Вот прям вот то же самое. Потому что есть хай вчерашнего дня, удержали. Лимиткой вход, стоп маленький, сокращен. Отлично. То есть здесь Сбербанк просто мог совершенно спокойно идти вниз, возвращаясь как бы внутрь вот этого боковика, в котором он и находился. Но, увы, Сбер такой актив, который сидит-сидит, сидит-сидит, потом клетка открывается и просто лев из него вырывается, проходя там по 5-10 процентов за несколько дней. Вы наверняка об этом узнаете. В 2018 году Сбер не давал расслабиться никому. И даже отобрал у нефти майку лидерства в рейтинге волатильность. Едем дальше. Нефтянка у нас. Ну, здесь трейдер что-то много сделок совершил. Здесь сначала открылся, потом перевернулся, потом закрыл плюс 30 пунктов. Начало дня такое ярко выраженное. Потом искал точку входа на пробой тренда. И здесь вот он попался. То есть, несмотря на то, что день у него плюсовой, но здесь хотелось показать вот эту суету, а также неправильный выбор формации, которой вообще стоит торговать. Вот мы что пропагандируем? Активный интродэй. То есть, торговля внутри дня. Утром на чемоданах, вечером на чемоданах. То есть, вы в кэше должны просыпаться и в кэше ложиться спать. Просто представил такую ванну, вся в 100 долларов купюрах, и вы там ложитесь на подушечку. Ну, примерно так. А днем вам напустеют все деньги на бирже, вы на них торгуете. И вы торгуете когда? Нужно торговать внутри дня. Система внутридневная. Внутридневные формации, там консолидации, тесты, треугольники и так далее. Но если трейдер переходит как бы в другой немножко масштаб, и начинает торговать междудневной формацией, тут происходит ерунда. Вот смотрите, пробой тренда. Искал точку входа. И начинается. Междудневный длинный тренд. Заход издалека. Пробой, тут же откат по стопу. Перезаход, опять на пробой, тут же откат по стопу. Опять пробой, опять по стопу. И на самом деле, представьте, что вот эта консолидация актива, она продлилась бы еще часик. Но трейдер бы вообще весь депозит слел. Опять заход по стопу, заход по стопу. Она и так заклинила. Раз-два, раз-два, раз-два. В итоге половины депозита нет. То есть, вот в чем дело. Во-первых, не нужно проявлять упорство, потому что рынок все равно будет жестче ногу ставить, все равно он будет более упертым. Поэтому вы его не победите тем самым. Во-вторых, если у вас несколько подряд стопов, ну подождите, сделайте паузу. И в-третьих, междудневной формации для междудневных трейдеров. Не нужно суетиться и пытаться и по-всякому торговать. И внутри дня, и между дней. И я на опционах, и на криптовалютах, и как вот на пианино, на разных синтезаторах, как известные музыканты. Нет. У нас с вами пока такого, наверное, таланта еще нет, чтобы до такого уровня дойти. Едем дальше. Здесь, в принципе, вот этот нюанс хотел вам показать. Дальше не в трехминутный масштаб. Мы видим два удара. Первый, утром 9-го числа удар, потом проторговка боковая, и потом, смотрите, в 12.30 еще один удар на больших объемах. И здесь после него трейдер хотел на движуху попасть. Ну, некоторые хотят на поезд попасть. Москва-Сочи, приехав на нашу конференцию 2-го марта. А кто-то хочет попасть в движуху после гэпа. И на этот движух после гэпа его тут же поймали в обратную сторону, по стопу. Здесь, кстати, двойная вершинка была. Зря он не вышел. Но мы уже с ним об этом поговорили. И дальше проводят уже, наклонную, более, так сказать, пологую, посерьезней. И здесь заходит вверх. В итоге закрываю позицию при развороте от круглого уровня. Ну, действительно, 60 долларов за баррель. Уровень круглый. Вопросов нет. В принципе, здесь у него результат около нуля. Но такой день классный, ударный просто. С начала дня так летят вверх, что здесь большая обида, конечно, как у ученика, так и у учителя. Потому что день был хороший, его можно было отыграть, забрав там полтора-два доллара. Так, ну и наш финальный слайдик в белом цвете, как многие любят. Мы все в черном, да в черном. Вот вам белый цвет. Здесь на гэпе ошибка, поздний вход на нефти. И здесь мне понравилось, что трейдер трейдерша сначала осуществила сделку, а потом пришел вопрос. А можно ли открываться вообще на гэпе по нефти? Или нет? Ну, я же говорю, сначала надо спрашивать, а потом делать. На нефти ни в коем случае. Потому что то, что на нефти ночью отыграно, там, допустим, 2% она слилась, на форте отыгрывается мгновенно, за секунду. Вы никогда не отыграете то движение, которое было ночью на той же нефти на западе. Если вы хотите открываться на гэпах, вот вам маленький такой советик, приоткрою завесу, правда, нужно открываться на смежных инструментах, то есть те, на которые нет влияет. То есть РТС, доллар, может быть там Сбербанк, Газпром, но не на самой нефти. Это ошибка, за что трейдер и поплатилась стоп-лоссом. И дальше уже системная сделка абсолютно нормальная, пробочек наклонный, взята цель, и потом получается удержание горизонтали, типа ретестика. Но мне кажется, что там немножко не дошли до уровня. Да даже если дошли, в принципе, попытка была верная. Я помню этот день, там стоял в стакане огромный объем, 1017 контрактов. И когда его разъели, все подумали, ну 17 тысяч контрактов съели. Все, вниз на продолжение тенденции. И все зашли. Ну а кто-то вышел, кто в ланге стоял до этого. Ну и рынок, как всегда, показал Титова, отдал Быстрову. В итоге пошел в другую сторону, на противоходе. И в итоге стоп-лосс еще один. Да с проскальзыванием. Да какой? Да здесь вообще пунктов, наверное, чуть ли не 20 было. То есть, такой стоп-лосс, он, конечно, смывает несколько прибыльных сделок. Не допускайте больших стопов. Но иногда это невозможно, потому что рынок проскальзывания, низкая ликвидность, российский рынок, форц и куча всего другого. Это куча препятствий, с которыми нам с вами все время, каждый день приходится бороться. Ну и, в принципе, кто-то даже побеждает. Ну, кто-то пока нет. Но всем тем, кто здесь у нас прислал убыточные сделки, благодарность большая, присылайте еще. И будем их разбирать. Сделаем эту рубрику вообще постоянной. С вашего позволения. Это была последняя сделка на сегодня. И в заключении хотелось бы вас пригласить на наш курс Трейдинг на миллион, который стартует уже 12 февраля 2019 года. На этом курсе мы с вами позанимаемся, очень активно. Вы получите много знаний, где-то получите пару оплеух за несистемные стоп-лоссы. Мы научим вас, какие стоп-лоссы являются системными, за какие не должно быть обидно, какие не системные, как их избегать и какие дни вообще лучше не торговать. Так что приходите, записывайтесь на курс и там будет очень много интересного. С вами был Денис Тукалин и до скорых встреч. Всем пока.